Итак, ребята, построим занятие сейчас следующим образом. Первым делом добавим наше событие, оно простое, я не буду отходить там от примера, чтобы вы могли разобраться. Но что мы подробно разберем, это колбеки, обратный вызов. Почему? Потому что колбеки надо понимать хорошо. Здесь все просто, но они бывают намного сложнее, и там есть свои тонкости. Если их не знать, то будете путаться, ни Киви не сможете, ни Джанго толком, когда надо использовать, ни какие-то другие панды, другие колбеки используются везде. Тот, кто собирается там писать игры, вообще должен быть помешан на колбеках. Почему? Потому что там все будет на колбеках. Ладно, поехали. Итак, сначала нам надо что сделать? Откроем нашу программу. И посмотрим, чего мы хотим сделать. Итак, у нас есть главное окно, мы хотим, чтобы мы чего-то вводили, нажимали кнопку, и что-то происходило. Такая вещь называется событие. Такие вещи пишутся как обратные вызовы. Давайте сначала взглянем на документацию. Ребят, я ребятам в школе говорю, функции не изучили, идите учите. Сейчас давайте читать документацию. Итак, это тога, открываем исходный код, папочку с CRS. Дальше открываем ядро, открываем тога и смотрим виджеты. Смотрим, 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 смотрим. А, вот, исходный код. Нет, 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 не то. Сейчас, вот, виджеты. И найдем виджет. Виджет. Вот нам бокс понадобится, я там хочу кое-что рассмотреть. А сейчас возьмем базовый виджет. И кнопку, да, нам надо баттон. Баттон. И смотрим, да, код. Вот баттон импортируется от виджета. Мы его как раз тоже открыли. По-моему. Да, виджет. Это понятно, да, нам сейчас это пока не надо. Здесь, так, это бокс. И смотрим. Баттон, да, то есть идет описание. Дальше идет первичные параметры при помощи init. Init мы с вами в школе проходили. Вы должны уже знать это. То есть в разделе разработка системы работы с кодом. И еще раз напоминаю, ребята, всегда работайте с документацией. И с исходниками учимся. Посмотрели. Дальше. Ищем onpress, да. Property onpress, return onpress. То есть мы видим впереди нижнее подчеркивание. Я специально вам выписал. Одно нижнее подчеркивание внутри. Слабый индикатор. Не импортирует объекты, ими из которых начинается символоподчеркивание. Иными словами, защищенные объекты. Что нам здесь надо посмотреть? Здесь написано, что возвращает другую функцию при нажатии. То есть метод очень простой. Ничего лишнего не имеет. Давайте сначала допишем, потом рассмотрим, как это работает. Это самая простая вещь. А потом пойдем к сложнее вещи. Итак. Найдем нашу кнопку. Вот наш метод onpress. И мы уже с вами вписали метод self-ура. Ура мы придумали, а потом поставили, что он пока ничего не делает. Возвращаемся к нему. Значит, если мы хотим, чтобы вводилось некое имя, оно вводится на основном окне. Значит, открываем документацию. 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 И попробуем пояснить, да, для себя. Инфодиалог. Второй момент. Теперь, если нам надо это вывести на главном окне. То есть, главное окно у нас создавалось при помощи, если вы помните, MindWindow. Да, это и есть MindWindow, в котором мы сейчас смотрели документации. Да, это главное окно, класс MindWindow. То есть, нам он надо. Значит, для того, чтобы вывести некий диалог, некое сообщение, пусть это даже самое простое, но я хочу, чтобы вы начали думать именно. Итак, что нам надо? Мы просто берем self-MindWindow. То есть, берем главное окно, берем ее переменную. Да, self-MindWindow. MindWindow. Дальше. И применяем метод, который мы высмотрели для диалогов. Вот как раз с ним познакомимся. Который мы высмотрели, да. Делаем наш диалог. Делаем наш диалог. Ага, вот он, да. Ну, мы его уже вывели, поэтому просто применяем метод, пишем инфо-диалог. Теперь на что мы обращаем внимание. Обратите внимание на документацию, еще раз, чтобы не было так, смотрю в книгу, вижу фигу, считываем моментально. Да, мы считали уже два позиционных параметра. Значит, нам следует передать два обязательных позиционных аргумента. Если мы не передадим, мы получим исключение. Ребят, школы, обращаю внимание, это то, что я говорил, да, когда начало, мы начинаем с функций. Эти вещи, функции должны, должны отлетать от зубов. Должно у вас быть понимание трех вещей по взгляду. Вот как сейчас, да, ребята, смотрите. Мы посмотрели и уже определили по взгляду. Понятно, что нам надо два позиционных аргумента. Мы это с вами изучали. По взгляду должно параметры определяться. По взгляду вызов и по взгляду исключение. 400-500 строк кода, все будет хорошо. Значит, давайте попробуем сейчас не указывать и вызвать наше исключение. И мы уже должны что знать, что мы сейчас получим исключение. Какое? Отсутствует два позиционных параметра, да, или аргумента. Давайте вызовем. Программировать надо с пониманием, но для этого надо знать функции в первую очередь. И вызываем, да. Сейчас оно нам показало, да, не аргументы, но когда мы нажали, да, сначала оно показывает, смотрите, обратим внимание, неопределены интерфейсы, да, но если мы попытаемся чего-то ввести, потребовать, ведь начинает срабатывать в нашей функции АУРА, мы получаем сообщение. Инфодиалог, вмешиваем два позиционных аргумента. Title и сообщение, да, заголовок и сообщение. То есть, но это мы должны уже были знать. И не дай бог вы полезете это смотреть. Все. Покусаю, покусаю. Это нельзя такое, эти вещи базовые надо знать. Значит, возвращаемся в нашу программу. Это пока закрываем и очень спокойненько дописываем. Ну пусть. Так как мы посмотрели два позиционных, по умолчанию ничего не стоит, то есть мы можем ввести что хочешь сюда, да, и число, и... Ну давайте введем... Привет, дружище! Первый позиционный аргумент передаем. И второй. Но второй мы передадим при помощи форматирования строк. Почему? Потому что, по сути дела, нам же надо... Нам же надо... Сейчас пока пусть там психует. Нам же надо ввести в поиск, да, чтобы что-то происходило. Сейчас будет один позиционный аргумент. Все это понятно нам уже, да. Мы вопросы уже... Значит, берем строку. Позиционные аргументы мы тоже с вами в школе проходили в функциях, да. Я на это обращаю... То есть не позиционные, а форматирование. Я обращал, что это вам понадобится всегда. Рада тебя видеть. Форматирование не объясняю, говорю в школе. Метод формат. И что нам надо поставить в формате, да. То есть действия... А мы хотим вводить. Значит, нам надо... За что текстовое поле отвечает ввод текста, да. SelfNameInput. Вот мы его и берем. SelfNameInput. Я копирую, чтобы вы видели, что я копирую. Просто-напросто можно было писать, да. И если сейчас мы попробуем вывести, то мы не получим нужного результата. Давайте разбираться, почему. Мы выводим. Да, вот входит, да. Дальше нажимаем. Действительно, мы получили диалог. Но рады видеть, рады тебя видеть, все. А дальше у нас только место в памяти, да. То есть мы видим текст input и ссылка на память. По сути дела, наш код работает, только ничего не выводит. Но он работает. То есть нам надо указать, что ввести нужно значение. Варьев. Теперь программа должна работать. Просто запомните. Где вы хотите передавать значение, запомните вот эту вещь простую, чтобы долго не объяснять. Теперь, если мы посмотрим, то... Мы действительно... Привет, дружище, рады тебя видеть, Валерий. И мы можем нажать. То есть диалог состоялся, наша программа работает. Пока дальше не пойдем, в следующих уроках дальше пойдем. Пока надо разобраться с такой вещью, как мы с вами договаривались, это callback, да. Функция обратного вызова. Создайте пайл клб1. И давайте мы немножко поработаем. Сначала берем очень простой пример. Примерный этот пример, он в принципе не несет. Здесь, да, действительно просто. Но callback могут быть намного сложнее. Там есть хитрости и тонкости, да. Мы их сейчас рассмотрим. Дев. Пусть это будет наш метод onPress. Давайте продемонстрируем. Он пресс. И дальше мы принт вернуть функцию, которая вызывается при нажатии. Дальше это у нас получается callback, да, callback, да, или ну да, callback callback мы возьмем. Мы так себе сделаем просто сейчас. И теперь напишем вторую функцию. вторая функция у нас будет def пусть будет table mine print print показать таблицу. В чем первичное понимание, что должно быть? в python функция это объект. Поэтому с ним можно делать все, что хочешь. Почти все, что можно делать с переменной. Иными словами, помещать в параметры, вызывать других функций, все, что хочешь практически. значит, чтобы воспользоваться сейчас callback, пропишем код, как у нас прописан в нашем приложении. То есть, по сути дела, получается наш klb onpress в данном случае выступает как переменная и присваивается значение table mine. все. И после этого мы можем запустить наш файл. Показать таблицу. То есть, по сути дела, что произошло. мы показали таблицу, да? По сути дела ну, это больше такое, знаете, очень не очень хороший пример. И второй будет не очень хороший, но больше похоже на callback уже. Смотрите, мы могли написать и по-другому. переписать функцию сейчас вот эту. Скопируем, закомментируйте ее и скопируйте. Чтобы та у вас была. Добавим сюда какой-то один параметр. Пусть это будет парам 1. И сейчас сначала основную мысль мы должны. Мы могли вызвать вот этот callback немножко по-другому, да? Мы могли просто в чем смысл вот основной callback, да? Просто здесь у Russell Kate'a Maggi все так аккуратно состыковано. Совершенно тут нельзя запутаться. Мы могли сделать вот так. Просто использовать нашу функцию tableMine. tableMine в качестве параметра, да? Входного. И давайте посмотрим. вернуть функцию, которая вызывается при нажатии, да? Так. Ну, у нас чего-то не хватает. А не хватает нам одного. На самом деле нам надо указать, что парам 1 это будет конкретно функция. Как он называется, на самом деле не важно. Но называйте, конечно, чтобы вы сами понимали. если мы указываем парам 1 то есть параметр парам 1 это функция, то мы уже видите, здесь мы получили просто вывели вернуть функцию, которая вызывается. Но когда мы добавили парам 1 тогда мы видим вернуть функцию, которая вызывается при нажатии и показать таблицу. То есть теперь наш callback, да? функция обратного вызова вызвала в качестве параметра другую функцию, то есть которую мы написали отдельно таблмайн это надо понять понять простой момент то есть что функции обратного вызова используют функции и параметры и вот сейчас мы это посмотрим вот это мелочи, которые надо понимать почему? потому что потом начинается когда код и люди на самом деле не понимают так вот мы сейчас делаем создаем файл klb2 .py и давайте рассмотрим еще один пример но такой чтобы вы немножко понимали вот смотрите здесь здесь когда мы вап здесь все просто есть он пресс метод да который принимает на вход другой метод мы написали метод в котором в котором указали что мы хотим видеть диалог и посмотрев этот метод с двумя параметрами обязательными помните я вам говорил когда вы изучали еще вот кто серьезно изучал когда мы изучали функции я говорил ребята параметрами вы будете думать то есть это нельзя там знать чуть-чуть это просто надо знать и все мы посмотрели сюда обязательных параметров и все и передали здесь все просто а теперь давайте возьмем пример немножко другой итак у нас есть событие сейчас я опишу остановлю кэлбэки бывают намного сложнее запомните по сути дела то почему я показываю этот кэлбэк да сначала аппай да здесь кэлбэк очень простой просто вызывается функция которую мы написали но кэлбэк может быть и выбор кайли вот смотрите представьте себе самое простое событие мы входим в комнату включаем выключатель загорается свет то есть есть три события давайте опишем первый наш кэлбэк вот смотрите вот эти вещи это мелочи надо очень хорошо понимать почему потому что вот уже более сложные кэлбэки с ними будете работать пусть у нас будет кэлбэк рум комната ну что придумал походу то и придумал поэтому не цепляться первый параметр сдаем комната второй параметр делаем сейчас секунду я уже забыл что я тут слов я это а все второй параметр у нас решили и третий завершено да обратите внимание я пишу кэлбэк не пишу что сейчас конкретное да вот я мог это сейчас как функция но можно как метод иными словами из чего я исхожу смотрите я зашел в комнату ведь я могу щелкнуть выключатель это событие событие загорит свет но я могу нажать кнопку пульта и включится телевизор но я могу нажать кнопку там допустим какого-то там центра и заиграет музыка я могу всунуть вилку в розетку и включится пылесос то есть по сути дела я что-то решил и завершено да таким образом я отражаю свой кэлбэк да первое я себе думаю ну мне надо вести комнату да вести комнату ну конечно это лучше делать при помощи форматирования да форматирования строк почему а может комнату а может быть вообще я буду не в комнату а в бок сходить какой-то или в гараж ну понимаете поэтому мне надо чтобы это было что хочешь можно писать для этого я применяю форматирование строк это самое простое да вошли в дальше применяю формат и вбиваю сюда первый параметр что это будет за комната да room второе я собираюсь применять другие функции значит я ставлю что что я решил сделать то есть это у меня будет функцией дальше я себе пишу объяснение самое простое print и опа и дальше я собираюсь писать какую-то функцию что получилось то есть вошел решил что-то произошло это у меня callback он написан на разный я могу войти в разные комнаты а теперь я пишу другие события сейчас поймете суть пусть это будет событие сейчас пока упрощаем print print щелкнули свет щелкнули выключатель а теперь мне надо результирующее событие какое-то да что у меня получилось дев я могу даже назвать его вот так если захочу да мне будет понятнее да когда я callback пишу я могу назвать функцию как параметр дев комплект могу не называть print включился свет теперь обратите внимание сейчас сначала давайте сделаем теперь что я беру я беру наш callback callback room callback room я то понимаю свой код да поэтому я смотрю мне надо указать комнату мне надо указать комнату я указываю как тип данных строка указываю зал зашел в зал да второе дальше у меня есть еще два обязательных параметра да то есть я должен сюда передать функция принимает два обязательных еще параметра я должен передать два обязательных аргументов так как функция python является объектом а объект это то что имеет место имеет какие-то свойства вот допустим щелкать включить то есть и события какие-то свойства да то есть то что может меняться но главное что оно имеет место имеет память значит это с ним в python с объектом может делать все что хочу поэтому я его просто передаю как параметр да но передаю как функцию мне это надо вписать без скобок потому что я передаю в данном случае как аргумент и что делаю и комплект свой передаю функцию и запускаю код вошли в зал щелканный выключатель и опа включился свет обратите внимание в чем здесь фишка на самом деле в сложных случаях которые сейчас я пытаюсь вам рассказать да и у нас обязательно получится понять значит колбеки используют и параметры и другие функции которые есть в программе и инициализированы то есть вот функция рабочая да вот мы ее инициализировали рабочая инициализировали иными словами смотрите вот здесь мы использовали параметр самого колбека почему потому что мы написали ведь я же здесь могу что сделать давайте посмотрим вошел в один да то есть я же в формате не указывал здесь у меня не указано что это строка каким-то образом да я просто указал что есть переменная да какая-то если бы у меня было там ну сейчас не будем это делать давайте не будем отвлекаться почему оставляем зал зал иными словами что происходит происходит выборка событий вот для чего нужен колбек не только там нажать кнопку это я говорю простое понимание а происходит выборка событий то есть щелкнули получили давайте пропишем другое событие событие дэх экшен 2 вставим вставили вилку в розетку заработал пылесос теперь я что могу сделать взять тот же колбек поменять спальня экшен 2 комплета 2 5 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 5 И смотрю, вот первый кэллбэк, новый кэллбэк, вошли в спальню, вставили вилку в розетку и опа, заработал пылесос А теперь, внимание, сам смысл Вы видели, у нас есть много событий Щелкнуть выключатель, вставить вилку И что-то происходит То есть смысл кэллбэка более сложного в том, чтобы сделать выборку событий Выбрать функции, которые описывают это И реализовать какое-то одно событие в сборке И получается, что удобно Мы написали кэллбэк Да? Пусть это будет по комнате В классе мы могли написать что-то еще более посложнее Но сейчас не будем влазить в это Более общее, что можно применять Более абстрактное Но сейчас важно понять суть Дальше мы себе думаем, размышляем Как я вам учил в школе Мы будем этим размышлять То есть то, что что-то я решил И то, что происходит И все И пишу кэллбэк Дальше я определил, что это будет функция Это будет функция Дальше я пишу функции И теперь мой кэллбэк Имеет три обязательных параметра То есть функция кэллбэк рум принимает Три обязательных позиционных аргумента Но на вход я даю функции То есть я Вот у нас сейчас получается Раз, два, три, четыре Но я сделал выборку В одном выборку и в втором И происходит какое-то конкретное событие Ведь это удобно, когда мы можем взять параметр И описать то, что нам нужно Да, что-то И при этом этот кэллбэк, по сути дела Можно использовать для много В зависимости от того Насколько абстрактно вы его описываете А можно конкретно Вот здесь я говорю Это простой и очень удобный случай Вот здесь, да Здесь все очень понятно Он пресс, ура Но тем не менее Мы ведь здесь ввели Значение С таким же успехом мы могли бы Допустим При нажатии перейти на таблицу То есть Нажали кнопку Пошло событие Теперь давайте Ой-ой-ой Не то, не то Давайте еще Я себе вспоминал Что я тут Здесь я надеюсь С кэллбэком вы разобрались Потому что вот эти вот Вещи Бывают встречаешь Люди не понимают Да Что где используется Поэтому Важно понять Кэллбэк использует И параметры И другие функции Которые Инициализированы в программе Все Банально просто Теперь Давайте еще один пример Рассмотрим Создадим файл Кэллбэ 3.py И вот что сделаем Тоже логический какой-то кэллбэк У нас есть Функция Так Мы будем использовать Немножко по-другому Вот Значит Лучшего примера Не пришло В голову пока Но смысл будет понятен Мы Смешиваем Два цвета И получаем Третий Третий Я хочу просто Еще вам показать Чтоб вы поняли Что С кэллбэками Надо разбираться Так Так Сейчас я Продумаю Я хочу показать Фишку Что Одна функция Может использовать Аргументы Другой функции Итак Пишем первую функцию Эта функция У нас будет Смешивать Два цвета Ну Я уже не буду Придумывать Сейчас Имя Хорошо Было бы Написать Смешивание Но Я это Будет Уже Сильно Для меня Пока Чтоб Не путать Вас Итак А вот Параметры Мы введем Понятные Нам Color 1 Color 2 Дальше Я возвращаю Retron Color 1 Плюс Color 2 По сути дела Вот функция Которая Просто Смешивает Два цвета Если мы Будем Следовать Как Учит Рассел Кейт Маги То Мы далее Описываем Себе Color 1 Стр Чтобы Другие Разработчики Наш Понимали Color 2 Стр Пока Не будем Усложнять Давайте Так То есть Обязательно Документирование Посмотрите Проекты Рассел Кейтамаги Теперь Мы Делаем Callback Dev Назовем Result Color Clb Что мы делаем У нас есть Смотрите Мы все время Думаем Параметрами Тогда Мы не от балды Пишем То есть Мы берем Color Result И себе Представляем Сразу Результат Цвета Дальше Мы собираемся Использовать Вот эту Функцию Fun Color Но мы Также Собираемся Использовать И то Что она Возвращает То есть По сути дела Color 1 Color 2 Значит Мы В нашу функцию Callback Забиваем Color 1 И Color 2 Дальше Нам надо Теперь Возвратить Что нам надо Возвратить По сути дела Думаем Вот здесь У нас Два Позиционных Параметра Значит Чтобы нам Получить Третий Color Значит Мы берем Color Result И Вводим Два Вот этих Параметра Которые Мы себе Хотели Да Сейчас Потом Поймете До конца Color 1 То есть То Чему я Учу В школе Возда Параметры Функции Как я Говорил Надо Знать Четко По взгляду И Видеть По взгляду И мы Ими Думаем Ведь Большинство Ребят Что они Делают Примеры Ищут Скопировал Работает И добре Это метод Код Понимаю Писать Не могу Нам Такой Не Подходит Теперь Вернули Ну И Все Давайте Пробовать Сначала Мы Просто Берем Берем Переменную Коричневый Присваиваем Ей Присваиваем Ей Что Правильно Наш callback И У нас В Кэлбэке Здесь Три Позиционных Параметра При Этом На Первое Место Мы Ставим Нашу Первую Функцию Fun Color Fun Color Эта функция Имеет два параметра А мы как раз это и прописали уже Color1 Color2 Стоп А мы здесь не написали А мы еще знаете Ну ладно Потом уже Добавим Я В цветах Не знаю Как их смешивать Поэтому Я пишу Так Наугад Красный Один Аргумент Передаю Зеленый И запускаю Нашу Программу Так Мы Забыли Красный Зеленый Да То есть В данном отрезке Кода Мы Увидели Что мы Можем Использовать Вот эту Функцию Чтобы у нас Не осталось Сомнений Давайте Сюда В первую Функцию Добавим Print1 Чтобы мы Поняли Что она Точно Работает Чтобы вы Поняли Написываем Слово Смешаем И запустим И действительно Мы Получаем Смешаем Красный Зеленый Присмотримся К этой Функции Еще раз Мы Пишем Callback Callback Как обычно Наверху Вообще Располагается Ну В принципе Мы Пишем Callback Нам Надо Смешать Два Твета Но Чтоб Нам Было Удобнее Мы Хотим Использовать Нашу Функцию Для Смешивания Цветов Отдельно Color 1 Color 2 Может Там Третий Потом Добавим То есть Можем Ее Сколько Угодно Переписывать Для этого Мы Пишем Функцию Callback Которая Мы Берем Результат И Color 1 Color 2 При этом Мы себе Мыслим Что Результат Мы уже Себе Соображаем Что Когда Будем Вводить Результат Мы будем Вводить Именно Вот эту Функцию Которую Мы Написали Да То есть Fun Color Она Имеет Два Позиционных Параметра Значит В этой Функции Второй Callback Мы Указываем Скобках Два Параметра Все Функции Инициализированы И Когда Мы Вызываем Функцию То Передаем Первый Первый Первому Параметру Передаем Аргумент Fun Color Fun Color В свою Очередь Имеет Два Позиционных Параметра Которые Мы Здесь Отразили Значит Мы Просто Берем Передаем Их И Получаем Результат Смешиваем Красный Зеленый Мы Могли Пойти Еще Дальше В Логике Мы Могли Нам Надо Надо Как Закончить Мы Здесь На самом Деле Коричневый Не Получили Ну У Меня Не Было Времени Сейчас Готовить Мне Просто Надо Было Вам Показать В Первую Очередь Что Кэлбэк Может Использовать Не Только Сами Функции Где Мы Указали Но И Параметры Другой Функции Да Вот То Есть Мы Здесь Функции Уже Прописываем Параметры А Здесь Все Буквально Просто А Откуда Питон Узнает Да Ни Откуда Он Не Узнает Так Как Мы Взяли Просто Параметр И Поставили В скобках Два Да Два Параметра Мы Могли Написать Абсолютно Там Любые Слова То Когда Начала Вызываться Программа И Мы Ввели Фан Колор Да То Пайтон Думает Мне Надо Два Обязательных Позиционных Аргумента А у Нас Они Как раз Здесь Есть Это Чисто Логика Да Давайте Попробуем Попробуем Убрать Вот Так Да И Что Мы Получим Абсолютно Верно Отсутствует Один Позиционный Аргумент То есть Как вы Поняли Это Чисто Логика Чисто Трюк Да Чисто Опыт Чисто Трюк На самом Деле Здесь Мы Ничего Не Получили Мы Здесь Только Смешали Поэтому Правильнее Было Назвать Эту Функцию Микс 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 Здесь Принт Микс А вот Получить Коричневый Или просто Или просто Наверное Здесь Надо было Писать Более Обще Результ Это Будет При Свои Значения Давайте Попробуем Пишем Еще Один Еще Одно Действие Дев КЛБ Колор Результ Здесь Ставим Бесчисленное Количество Аргументов Да Не важно Что мы будем Вводить Сейчас Мы не будем Прописывать Более Сложное Чтобы не Запутаться Чтобы вас Не запутать Сейчас Смысл Получился Зеленый Дальше Теперь Мы Берем Наш Клб Результ Корол Колор Клб И мы Можем Здесь Что делать Первое Что мы Можем Делать Это Применить Нашу Функцию Вот эту Да А у нас Она одинаково Получилась Нет Клб А тут Наоборот Ну Немножко Неправильное Звание Я сделал Ну Не совсем Правильно Ну Тем не менее Берем Результ Color Клб Убираем Скобки Потому что Это Параметр Второе Второе Подставляем Так как Мы взяли Вот эту Функцию Нам еще На два Параметра Да Как Вводим Красный Зеленый И Нам Надо Результат А как Результат Вводим Уже Вот эту Вот Функцию И Запускаем Так Смотрим Что У нас Выдается Возникло Ощущение Так Ага Стоп 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 Всего Три А у Нас Четыре Так Сейчас Мы Будем Разбираться Подождите Что То Я Тут Напутал Что Это Я Тут Напутал Это Лишнее Мы Берем Вот Эту Клб Король Результ Клб Колор Результ Здесь Сколько Хочешь Аргументов Дальше Берем Вот эту Функцию Где Мы Применяем Смешивание Это Пока Убираем И Выводим Смотрим Чего У нас Там Получилось Так Ага Одно Нона Смешаем Красный Зеленый Получился Получилось Коричневый Я хотел Написать Так Ну и Вылезло Ноны Сейчас Это вы уже Сами будете Убирать Я не буду Вам подсказывать Тем не менее Смотрите Опять Получается Опять Выборка То есть Килбеки Могут быть Намного Сложнее По сути Дела Ребят Смотрите Как бы Могла Выглядеть Программа Смешать Два Ответа Если Смешать Допустим Иф Красный Зеленый Будет То-то Или Элиф 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 Там То-то 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 Да Дальше Результат Вводим Два Твета И На выходе Нечто Получаем Да Это тоже Надо где-то Прописать Но Это уже Другая История Сейчас Наше Дело Было Понять Всего Лишь Даже Я тут Немножко Усложнил Всего Лишь Очень Простые Вещи В первую Очередь Что В чем Фишка Кэлбэка Что Кэлбэк Может Использовать Как мы Посмотрели Как Саму Функцию Так И Параметры Других Как и Сами Функции Так и Параметры Других Функций Которые Инициализированы И находятся В программе Да Либо Импортированы В данном Случае Давайте Повторим Вот это Нам не надо Это я вас Тут запутал Уже Повторим Последний Момент То есть Мы Смешиваем Два Твета В этом Случае Мы Сначала Написали Функцию Которая Подразумевает Смешание Двух Цветов Смешивания Дальше Мы Написали Кэлбэк Который Будет Использовать Само Смешивание Как Функцию И Брать Параметры С этой Функции Что мы Для этого Сделали Мы Вернули Первый Параметр А далее Вбили В скобки Еще Два Параметра Четко Понимая Что при Вызове Вот этой Функции Нам Выдаст Сообщение Если мы Не вызовем Что отсутствует Два Позиционных Параметра Значит нам Надо передать Два Аргумента Дальше Мы Берем Эту Функцию Мы Используем Саму Функцию Fun Color И Указываем Два Аргумента Которые Передаются В функцию И Все Начинает Работать Работать Начинает Почему Потому что Функция Result Color Клб Которая Использует Вот эту Функцию Мы указали Я уже ранее Говорил Вот эти Принимает Два Параметра Ну В общем-то Разберетесь Надо просто Посидеть И Покодить Как Это Сделать Ребята Берете Придумывайте Любые События И Сделайте Из этих Событий Выборку Зашел Включил Произошло И Пишем Одну Два Три Можно Хоть Тридцать Написать Но С этими Моментами Разберитесь Обязательно Клб Нужна Все Я заканчиваю И так Уже Много Тридцать Тридцать Тридцать